Минздрав Удмуртии. Условия для вакцинации новым препаратом есть, но пока регион прививается спутником, сколько человек получили защиту от коронавируса. Сводка спасателей, переправа по царапалам закрыта для транспорта, но и людям советуют по льду, через кому не ходить. Старый Жевск, дореволюционные дома и уникальные крупицы смутной эпохи. Как сохранить историю столицы? И они это сделали, откликнули, стартанули и собрали денег для реабилитации детей. Акция плывем с кузей получилась. В Удмуртии ждут новый вид вакцины от ковид. Эпивак корона. Пока вакцинация проводится препаратом спутник ВИМ. Сегодня регионы уже получили первые партии новой вакцины. Распределением занимается Минздрав страны. Как заявили в региональном Минздраве, в республике созданы все условия, чтобы принять и запустить эпивак вакцину в работу. А спутником привиты уже 50 тысяч жителей Удмуртии. Запасы препарата регулярно пополняются. 8 тысяч доз привезли на прошлой неделе. Вы понимаете, что вот она поставлена, вот она сейчас в течение недели будет израсходована. Вакцинация в Удмуртии организована на базе городских и районных больниц. Население отдаленных сел и деревень прививают с помощью мобильных пунктов. В республике работает 11 таких бригад. Напомню, что поставить прививку от ковид-19 можно организованно коллективом, либо самостоятельно. Записаться на сайте госуслуг, позвонить в регистратуру поликлиники или обратиться в колл-центр. Его номер у вас на экране. В Сарапуле закрыли ледовую переправу через Каму. Спасатели объяснили, лед пока еще толстый, около 30 сантиметров, но не удовлетворяет требования безопасности. Панцирь залила водой, из-за оттепели он стал рыхлым и вес автомобиля может не выдержать. Большой, да, пассажиропоток, грузопоток был? Достаточно большой. На противоположном от Сарапула берегу реки Камы есть несколько населенных пунктов, жители которых регулярно пользуются этой переправой. Это поселок Барок, село Иршовка, село Нижняя Армяя. Эти люди регулярно ездили в сторону Сарапула, в сторону Ижевска. К сожалению, теперь им придется передвигаться либо на железнодорожном транспорте электричками, либо в объезд через мост в городе Камбарка. Запретить переходить Каму по льду спасатели пока не могут. Толщина льда еще не достигла 7 сантиметров, но предупреждают, что ходить по речному льду уже тоже опасно. Даже толстый слой может быть структурно непроченным и проломиться от веса человека. В Ижевске перекрыли улицу Нижнюю. Там начал работу водоканал. Как сообщает пресс-служба компании, на этом участке поменяют старые колодцы. Капитальный ремонт продлится до 13 апреля. Автомобилистам нужно искать пути объезда. Замечу, что Нижняя стоит в списке ремонтов по национальному проекту безопасной и качественной дороги. Сначала здесь отремонтируют колодцы, а потом дорожное полотно. Вот улица Красная в Ижевске место паломничества историков и, к сожалению, мародеров. В историческом центре столицы до сих пор стоят дома дореволюционной эпохи. Восстановить их эксперты уже не рассчитывают, но надеются сохранить уникальные крупицы прошлого. Оксана Худякова расскажет. Улица Красная бывшая Куриная. В дореволюционном Ижевске не вип-район, но квартал вполне зажиточный. Здесь проживали ижевцы, которые могли себе позволить строить и содержать большие дома-пятистенки, как этот. Его для своей семьи возвёл в XIX веке заводской рабочий Мохнаткин. Дом с четырёхскатной крышей. Это говорит о его состоятельности. То есть дом очень большой по площади. Соответственно, нужно отапливать было большим количеством дров и иметь довольно массивную печь, чтобы обогревать такое пространство. И, соответственно, жило много детей в таком доме под такой крышей. И было своё хозяйство при доме. Максим Блинов – историк. Эти дома на Красный – предмет его пристального изучения. Здесь ещё можно встретить жильцов, которые помнят рассказы старожилов. Вот тут жила бабушка. Рассказывали то, что дом предназначал купцу. Был ювелиром. Гражданскую войну. Вывезли. Амбар был двухэтажный. Вывезли несколько вазов всяких вещей. В общем, драгоценности, видимо, всяких. Богатая история и у дома по соседству. Тоже принадлежал купцу. А ещё здесь совершались службы старообрядцы Луковки. На наличника словно напоминают – это когда-то был молитвенный дом. Старообрядцы, по крайней мере, большая их часть – Белокриницкое. Старообрядчество, течение, которое у нас существовало в Иржевском заводе, было активно представлено. Они не имели своего храма до начала XX века. Потом они построили Покровскую церковь. Кстати, крестный ход был совершён именно с этой улицы, с улицы Куриной. Красная улица стала в 1918-м. И, похоже, не случайно здесь жили революционеры. А в этом доме в 1906-м на чердаке прятали и запрещённую политическую литературу. Об этом Ольга Ермолаева ещё в 70-х годах узнала случайно от сотрудницы музея. Она вот так же проходила мимо. А я человек разговорчивый. Она стоит и смотрит на наш дом и говорит, что она недавно читала документы в Краеведческом музее, что здесь была вот эта революционная библиотека. Сегодня историки с сожалением констатируют – Ижевск утрачивает своё наследие. Ещё пять лет назад музей Ижевска здесь по улице Красной проводил экспедицию, собирал материалы для своих фондов. Тогда много домов были жилыми. Сегодня большинство уже опустили. И старинные здания становятся всё чаще жертвами мародёров. Историки боятся, что уникальные крупицы города будут безвозвратно утеряны. Мне кажется, что в любом случае нужно создавать и фонд, и какую-то программу наследия города Ижевска, которая бы упреждала решение таких вопросов. И уж во всяком случае наша музейная задача – сохранить хотя бы какие-то следы этого деревянного Ижевска в музейном фонде. Наличники, щеколды, дверные ручки, интересные детали декора, таблички. Всё то, что потом когда-то будет нам напоминать об этом городе. В музее Ижевска уверены, городу необходимо заняться разработкой своего языка истории, рассказывать и показывать на различных информационных носителях. Хотим был город, когда нас ещё не было. Оксана Хрюкова, Павел Яскин. Новости. Сто продвинутых школьников из Ижевска, Казани и Уфы устроили творческие состязания с IT-уклоном. Подросткам предложили решить реальные бизнес-задачи в области программирования и информационных технологий. Чем запомнился хакатон, расскажет Дмитрий Вороновин. Центр цифрового образования IT-куб в этот день напомнил гудящий улей. Сто школьников из Ижевска, Казани и Уфы съехались на хакатон. Раньше бы такой конкурс назвали «умелые руки». По-современному с IT-уклоном. Эмоции просто невероятны. Это действительно непередаваемая атмосфера командной работы, когда вы вместе со своей командой обсуждаете какие-то идеи, генерируете что-то новое, разрабатываете вместе ради какой-то общей цели. Это очень круто. На первом межрегиональном хакатоне школьникам предложили сложную задачу – решить реальные бизнес-кейсы ижевских IT-компаний. Вместе с ними целый день работали ведущие специалисты этих компаний. Таким образом, ребята уже сейчас в школьном возрасте смогли прикоснуться к тем технологиям, с которыми работают наши IT-компании. Они создавали чат-ботов, делали веб-приложения, мобильные приложения, создавали сайты. В этой команде и ее капитану Марии Лаухиной выпало непростое задание – разработать макет и дизайн для веб-сайта «Экофермы». Пятиминутный мозговой штурм и работа закипела. Нам нужно создать одностраничный сайт. Мы должны вкратце описать о ферме, то есть о компании. Также можем добавить что-то от себя, то есть какие товары предоставляет эта «Экоферма», что она вообще продает. Также лично мы добавили контакты этой фермы, добавили отзывы. Получилось очень красиво. Красивой и стильной получилась и IT-разработка Данила Иванцова. Он создал пространственную модель помещения с возможностью виртуальной прогулки по нему. Это очень интересное направление. Мне нравится планировать перемещение по помещению. Я планирую связать свою жизнь с этим направлением. Мне нравятся юники, мне нравится разрабатывать интересные объекты, взаимодействие объектов. Жюри опытных экспертов всем участникам хакатона выставило положительные оценки. А в Центре цифрового образования IT-куб пообещали помочь подросткам довести их работы до конца и монетизировать самые продвинутые проекты. Дмитрий Вороновин, Василий Хрюков, Новости. Большой удмуртский диктант еще можно написать. Организаторы принимают работы до 10 апреля, а отличников удмуртского языка назовут в конце месяца. В этом году диктант писали не только на организованных площадках, но и под диктовку в прямом радио и телеэфире. А те, кто пропустил день акции, могут включить видеозапись с диктором и тоже проверить свои знания. В этом году Баджим Удмурт-диктант был 10-м, посвятили его году села. Диктант написали уже не только жители республики, но и соседних регионов, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Всего более 50 площадок. Большой диктант удмуртский придуман для того, чтобы еще раз обратить внимание на свой родной язык. Я очень надеюсь, что наш проект Большой Удмуртский диктант, он поможет еще раз задать вопрос, по крайней мере, каждому удмурту, саму себе задать вопрос. А насколько часто я говорю на своем родном языке? Для министра национальной политики Баджим Удмурт-диктант выпал на день рождения. Сколько баллов получили участники, будет известно в конце апреля. Напомню, работы можно отправить до 10 апреля. Адрес на экране. 100 тысяч рублей за один вечер. Столько собрали ижевчане на реабилитацию больных детей. Это была акция «Плывем с Кузей». Ее поддержали 200 человек. Больше просто не смог вместить бассейн. Среди тех, кто пришел, были и очень известные люди. Все на этом старте правильно. Особенные дети и стартуют особенно. Для многих из них это первое в жизни спортивное состязание. Ксения Кравко волнуется так же сильно, как дочь и так же сильно радуется успеху. Кира не испугалась, не сошла с дистанции и выполнила все, чему научил тренер. У нас такой тренер, что с ним невозможно не понравиться плавать. И учится плавать буквально с первого занятия. Это очень нужно. Это помогает нам быть здоровее и сильнее. Правда, каждое занятие стоит денег. И не все семьи могут оплачивать своим особенным детям регулярные курсы в бассейне. Чтобы собрать средства, фонд «Подари завтра» придумал акцию «Плывем с Кузей». Все, кто выходит на старты, делают небольшие взносы. Сейчас 50 детей фонда «Подари завтра» плавают. И эти занятия оплачивает им фонд. Это реабилитационные занятия по плаванию. И сегодня мы с вами вот здесь вот собрались для того, чтобы оплатить эти занятия для детишек. Это детский ДЦП, детский церебральный паралич и аутисты в основном. «Плывем с Кузей» в Ижевске проходит во второй раз. Эта акция собрала 200 человек. Больше просто не смог вместить бассейн. Много новых участников, но есть и постоянные. Мы бежали с Кузей всей семьей. А в этот раз ребенок за нас, за всех. Бежали с Кузей, потому что у фонда есть еще один спортивный благотворительный проект. Он тоже собирает деньги для больных детей на лекарства и реабилитацию. Министр спорта уверен, физкультурные акции – лучший способ привлечь внимание и помочь. После того, как ты проплыл, ты чувствуешь совсем другие ощущения. Не просто победил кого-то, а ты смог просто безвозмездно людям помочь. Особенно детям это очень дорого. В волонтеры благотворительного заплыва записалась и чемпионка мира по плаванию на открытой воде. Миссия Анастасии Крапивиной – вручать медали. В жизни профессионального спортсмена очень много важных стартов для себя, для страны. Этот старт не менее важен для меня, потому что здесь мы помогаем детям фонда. Поддержала акцию руководитель администрации главы и правительства республики. На дистанцию от семьи Смирновых вышел сын. Это очень здорово, что у нас такие инициативы есть. Я благодарен нашим общественникам и тем, кто непосредственно организовывает вот эти вот старты. И фонду «Подари завтра», который на самом деле уже за последние семь лет оказал такой помощь на 26 миллионов рублей. В этот раз итог такой. За один вечер участники заплыва собрали 111 тысяч рублей. Этого хватит, чтобы оплатить курс реабилитационных занятий в бассейне для 22 детей. Марина Балью, Юрий Егоров. Новости. На этом у нас все. Удачи вам. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова